Добрый день! Буквально минутку ждем и начинаем эфир. Меня зовут Наталья Нестерякова. Я нахожусь в городе Омске территориально. Я являюсь международным чемпионом, судью и тренером, а также разрабатываю свои программы, инструкторские курсы сейчас выпускаю и, конечно, ввиду оффлайны и онлайны. У нас сегодня будут вензеля, и для них нам понадобится тонкая кисть синтетика. У меня эта кисть... На самом деле подойдет любая синтетика. У меня эта кисть длиной 8-9 миллиметров. Она идеально подходит для создания вензелей, чем мы сегодня сейчас и займемся. Ну, собственно, переключаюсь и немного порезируем. Комментарии пока оставлю. Если будут вопросы, задавайте. Как только перейду на типсы, отключу, наверное, чтобы вам было лучше видно. Ну, или посмотрим. Любой вензель, в первую очередь. Это у нас всегда окружность. Всегда держим вензель по кругу. Это у нас либо... О, попало. Либо 1, 2 от круга, либо 2, 3 от круга. Основная ошибка в построении вензелей это то, что они, во-первых, получаются толстые у мастера. Для того, чтобы вензель был изящным, чтобы он переходил из капли в тонкую часть, необходимо отжать каплю с кисти и постепенно кисть поднимать. Далее. Вторая ошибка мастеров тоже самая распространенная. Это то, что вензеля вот такими вот фонтанчиками, палками торчат. Это тоже неправильно. У нас всегда есть, как правило, 2-3 окружности. Одна больше, другая меньше. И по этим окружностям мы всегда пляшем. Всегда держим круг перед глазами. Если глазомер не разработан, то тренируемся изначально на картах. Визуально вензеля лучше всегда располагать, уводя их от центра. Некрасиво будет композиционно, если мы располагаем вензель тупо по кругу и без какой-то особой динамики и так далее. Можно располагать вензеля по всей поверхности. Можно в верхней части, в нижней части, где-то сбоку, в диагональ, вертикально, горизонтально. Но если мы ведем горизонтальный вензель, то, соответственно, это будет по типу френча, опять же, нижняя, либо верхняя часть. Вензеля могут быть геометричные. Они могут у нас идти с тонкой геометрией, могут идти с толстой геометрией. На самом деле, есть огромное количество вензелей, и с ними можно только играться и дополнять, делать короткие элементы, более сложные элементы. Лучше всего ставить руку на вензеля на матовом топе. И для того, чтобы, когда мы работаем с гель-краской, гель-пастой, обязательно проверить, протестировать краску-пасту, как она работает, перед тем, как начать работу на клиенте, чтобы она не плешивела, чтобы она равномерно просыхала. У меня это, как правило, гель-паста. Я ее всегда выкладываю силиконовой кистью. На самом деле, такая кисть, она очень многофункциональна в работе. самая ее, наверное, на мой взгляд, наилучшее свойство, что ею можно без остатка краску выложить и собрать обратно в банку без лишних каких-то движений. Итак, когда мы распределяем наш вензель на ногтях, прежде всего, нам необходимо понять, в какой части он у нас будет расположен. Сейчас мне маякните, я буду рисовать. Если вам мешают комментарии, то я их отключу. Если не мешают, то будем продолжать. Для того, чтобы краска ложилась равномерно, для того, чтобы линия была тонкой, я полностью окунаю кисть в краску и прокручиваю ее. Удобнее всего это делать всегда движением на себя. И когда мы ее таким образом прокручиваем, стараемся не забивать основание. Я всегда кисти подстригаю. У меня это, как правило, кисти максимально тонкие, они уже выработанные идут. Не призываю дорабатывать до такой степени, но такой кистью намного легче выводить тончайшие линии. Итак, для того, чтобы линия была тонкой и равномерной, мы полностью кисть пропитываем в краске, затем набираем небольшой шарик на кончик кисти и движением отжимаем отжимаем шарик с кисти, легким нажимом отжали, приподняли кисть и вывели тончайшую линию. В том случае, когда мы делаем вензель, мы, соответственно, эту линию ведем по кругу. Отжимаем небольшую каплю, затем как бы приподнимаем кисть и выводим полудугу. Обязательно рабочая рука имеет два упора. Один упор у меня локоть лежит на столе, второй упор я всегда упираюсь либо о свой пальчик, либо о пальчик клиента. И кисть зафиксирована таким образом, именно вот в этой части в железной обойме максимально близко к ворсу. Когда мы ее так фиксируем, у нее нет никакой возможности гулять, ходить ходуном. И рука будет твердой. И давайте рассмотрим нашу геометрию. В том случае, когда мы выводим вензель с геометричными какими-то линиями, мы можем делать их, как я уже говорила, более широкие, более тонкие и очень хорошо они смотрятся, когда мы их совмещаем. Также их можно строить при помощи паутины. В этом случае линии будут максимально ровными и если у вас проблемы с тонкими линиями, это как раз ваша тема. Когда мы работаем с такими широкими линиями, лучше всего их заполнять гель-лаком. Гель-лак он более жидкий материал и соответственно этот материал будет ложиться равномерно. Если вы решите заполнять такую широкую линию краской, то она будет ложиться какими-то бороздами, будет ложиться неровно. Ее придется затем выравнивать и это создаст лишние сложности. Для того, чтобы линия была максимально равномерной, у нас кисть фактически лежит на поверхности и работает с одним нажимом. Но если вы будете заполнять эту линию, здесь как бы толщина не играет значения. Я вывожу по типу квадрата или ромба какую-то геометричную фигуру. Она не обязательно должна быть симметричной по центру, но стараемся делать прямой угол, даже если он будет более острый или тупой. это не имеет никакого значения. Главное, чтобы этот угол не резал ваш ноготь пополам. То есть вы должны определить центр ногтевой пластины и располагать либо выше него, либо ниже. Если вы четко по центру поставите угол, то это визуально рубит ноготь и в конечном итоге выглядит не очень красиво. Я заранее подготовила типс, покрыла его лаком и матовым топом, просушила, сняла дисперсию и теперь я уже вывожу поверху вензеля. Лучше всегда вензеля ставить поверх топа, поскольку любое перекрытие топом нам дает более плавные линии. Я наметила себе геометричную фигуру и равномерно заполняю ее гель-лаком. Стараюсь соблюдать минимальную высоту. Во-первых, черный лак достаточно пигментированный. Здравствуйте, кто присоединяется? Он очень хорошо пигментирован и, как правило, сильно пигментированные лаки, краски, они могут запекаться в лампе и, чтобы этого не произошло, лучше выкладывать достаточно плотно. Если лак не настолько пигментирован и плешивит, когда вы покрываете им, можно взять гель-краску, но поскольку краска более густая, она хуже самовыравнивается, нежели гель-лак. Можно добавить в нее небольшую каплю топа, можно сразу без липкого слоя и тогда не придется ничем затем перекрывать. У меня это лак, соответственно, у него есть липкий слой, и после я буду перекрывать тонким слоем топа для того, чтобы у меня было равномерное покрытие. Фиксирую в лампе, достаточно только зафиксировать на этом этапе, чтобы у у нас нигде ничего никуда не убежало. Снова пропитываю кисть и уже от этой линии под углом 90 градусов дополню какими-то дополнительными элементами. Здесь мне важно, чтобы линия была одинаковая по толщине, кисть фактически лежит на поверхности и работает с одинаковым нажимом. каждый элемент можно дублировать и также можно фиксировать в лампе, чтобы не было никаких лишних затеков, подтеков, чтобы случайно не смахнули пальцем, не задели нечаянно, чтобы не пришлось затем убирать остатки. Очень красиво такие дизайны смотрятся, если вы какую-то часть сделаете окантовочкой по периметру ногтевой пластины, можно ее сделать со стороны свободного края, либо со стороны кутикулы, но опять же следим за тем, чтобы линия была равномерной. Таким образом мы как бы создаем окошко и конечный результат выглядит у нас как более законченный. Можно выводить частично элемент, можно выводить его по всему периметру ногтевой пластины, это займет некоторое время, и если вы им располагаете, то можете себе позволить. Такая геометричная фигура у нас будет. Вензеля у нас могут быть бархатными, могут быть сахарными, могут быть просто краска. Здесь у нас пудра, но если вы хотите пудру с блесками, особенно когда это какие-то черные блестки, то здесь лучше всегда пудру смешивать с блестками в соотношении 30% пудры к 70% блесточек. В этом случае наш бархатный вентиль будет носиться без каких-то обсыпаний. и теперь мы выбираем в какой части мы выполняем вензель. Мы можем сделать его во внутренней части и дополнить элементом каким-то с внешней частью, либо наоборот основной вензель сделать с внешней части и внутри поставить небольшой какой-то завиток. все зависит от того насколько большой вензель или небольшой мы будем делать. Отжимаю каплю, поднимаю кисть и плавно, плавно, плавно вывожу в полукруг. дальше по новой набираю краску на кисть, набираю каплю на кончик кисти, ставлю сюда же в начало, делаю опять же нажим чуть вбок и снова возвращаюсь в эту же дугу. Мы можем делать такие пустые вензеля, мы можем их заполнять если мы их заполняем, то обязательно следим за тем, чтобы наше заполнение было равномерным. Дальше снова набираю элемент, отжимаю каплю, поднимаю кисть и без нажима вывожу в основную начальную дугу. В принципе, основной элемент у нас готов. Из непросушенного хвостика из точки вывожу тонкую ресничку, фактически без нажима. Если где-то у вас остается какая-то клякса, мне здесь удобнее работать более тонкой кистью, если где-то остается какая-то небольшая клякса, ничего страшного, мы можем либо аккуратно продолжить линию, либо продолжить ее, и расстояние, которое прерывается, сразу или в конце закрыть вот такими точками. всегда смотрятся очень изящно. С противоположной стороны снова ставлю каплю чуть ниже предыдущего элемента, поднимая кисть и легко без нажима вывожу. на каждый следующий элемент мы набираем новую красочку. Не будет такого, что набрали побольше и все, хватит. Необходимо на каждый элемент набирать по новой, иначе вензеля не будут выходить из точки в тончайшую линию. На внутренней части выставляю повторяющийся мелкий элемент. В принципе, этот вензель можно оставить, можно его еще дополнять по вашему усмотрению. Я всегда рекомендую вензеля сначала копировать. Не пытаться выдумывать что-то новое, всегда класть пример перед глазами, чтобы понимать, как он располагается у нас на ногтях, на типсах, чтобы не было каких-то потом стираний. вензелей. На внутренней части геометрии я дополняю еще один небольшой вензель. У меня есть основной вензель и есть вензель тот, который поменьше. Стараемся всегда любые элементы, это касается не только вензелей, выполнять на контрасте. таким образом, чтобы один элемент был больше, другой был меньше, чтобы они между собой не спорили. У меня есть миксовые онлайны, есть отдельные онлайны по вензелям, также есть инструкторский курс по вензелям. Если кому-то интересно, пишите в личку. но именно мне на страницу в директ, а не в эту страницу, потому что тут я могу не увидеть. И таким образом мы дополняем каждый элемент. В принципе, можно уже оставить так. Можно дополнить еще какими-то мелкими деталями. И чем больше у нас мелких деталей всегда присутствует, интереснее всегда будет тот или иной элемент. Помним о том, что всегда вензель держит форму круга. На этом этапе я его отправляю в лампу. Пока даже только зафиксирую. И я беру топ без липкого слоя. Не мешают вам комментарии? лампу. И тонким слоем без липкого слоя прохожусь по поверхности, где я наносила гель-лак. недостаточно просто снять дисперсию, потому что тогда она у нас станет матированной, не такой глянцевой. Хорошо, отключаю. Если будут вопросы, я потом включу, и вы сможете их задать. наношу максимально тонко. Гель-лак он сам выравнивается, точнее топ. Но лучше брать топ не каучуковый, иначе он тоже за счет своей густоты будет давать неравномерное покрытие. отправляю на полную просушку. И пока он сохнет, этот вентиль, мы сделаем второй. Тоже можем сделать его с каким-то геометричным элементом. Давайте с паутиной. в том случае, когда у вас есть паутина, когда вы владеете этим материалом, когда он под рукой, всегда с ним удобно работать. Опять же, за счет простоты мы просто выводим линию и она уже автоматически у нас прямая. здесь можно не отслеживать толщину линии, поскольку мы будем заполнять пространство. Если у нас остаются небольшие какие-то точки, кляксы, сразу их подчищаем. В том случае, когда у вас проблема с тонкими линиями, мы можем использовать паутину. Можно подправить несколько элементов. Иногда угол ложится не совсем удобно, как хотелось бы, и его можно просто выровнять. Довести. Опять же, фиксирую в лампе и заливаю эту часть топом, точнее, гель-лаком. Проверяйте свой лак на пигментацию, на ее свертываемость, гель-лаком. того, чтобы не было потом каких-то неприятных моментов, когда достаете, у вас все скукожилось. от бортика до бортика заливаем. Ничего страшного абсолютно, если где-то что-то вышло за рамки, не так, как хотелось бы, либо уже, либо какая-то линия не совсем ровная, вы ее всегда можете подправить. Запомните одно правило, как только вы начинаете паниковать, вы начинаете совершать ошибки. И даже если вы ее совершили, просто спокойно уберите, не паникуйте, не дергайтесь, ничего страшного не произошло. Не нужно истерить сразу, как бывает девочки, вот линия толстая и клиент начинает нервничать следом за ней и искать еще другие толстые линии. линии. этот вензель мы сделаем бархатным. Этот у нас получился такой просто глянцевый вензель. Второй мы сделаем давайте бархатным. для для того, чтобы он у нас допустим, в противоположную сторону еще выведу элемент, чтобы эта линия была ровная, у меня кисть равномерно наполнена краской, без лишних каких-то навалов. Если я вижу эти навалы, я их прокручиваем движением, простите, снимаю о поверхность и кисть находится в положении лежа, без нажима, на протяжении всей длины мы ее вытягиваем. Если есть необходимость, мы ее можем продублировать, но обязательно с противоположной стороны, потому что когда мы кисть дотягиваем до конца, там может красочка закончиться и чтобы линия была равномерной, мы ее равномерно дублируем с двух сторон. еще раз обращаю ваше внимание, для того, чтобы рука не дрожала, рука имеет два упора, один упор лежит на поверхности, на столе, локоть, второй упор, когда мы пальчиком упираемся о свой собственный палец, либо палец клиента. И вторую линию здесь же выведу рядом параллельно, но заполнять уже пустоту не буду. Следите за тем, чтобы не было слишком много толстых линий. и всегда, когда у нас есть широкая полоса, у нас обязательно дубляжом должна идти линия потоньше. Опять же, можно их сделать паутиной. мне сейчас под камерой достаточно неудобно это делать, намного удобнее с камерой это сделать кистью. И можем даже на внутренней части где-то параллельно вывести какой-то какой-то элемент. Пусть будет вот здесь. когда вы отрисовали уже какое-то определенное количество венделей, рука будет их выводить сама. Уже будет понятно, что и как с ними делать, но первое время лучше всего отталкиваться от каких-то конкретных примеров. Для того, чтобы они у вас были, всегда должны быть на палитре, чтобы и клиент видел эти примеры и вы могли предложить что-то конкретное, потому что в его голове одно видение, а в вашей совсем другое. Топ без липкого сла. Наношу на лаковое покрытие. я хочу чтобы эта часть у меня была глянцевой, блестящей. Опять же, нанести по всему периметру вывести ободочек. Можно оставить так. и стараемся выводить покрытие таким образом. Топовое покрытие, чтобы оно у нас самораспределялось. чтобы оно ложилось на одинаковую высоту. Иначе под разными углами это будет смотреться не очень красиво. можно перевернуть ноготочек и подождать пока он выровняется. итак, у меня здесь будет бархатный вензель. Мы его присыпем. У меня уже сразу подготовленная пудра, намешанная черная с прозрачной акриловой пудрой. Как я уже говорила, в этом случае носибельность будет стопроцентная. Но если вы засыпете одними блесками, то скорее всего они уже через несколько дней поглазят, обсыпятся, облезут и будут выглядеть не совсем так, как хотелось бы. Еще очень удобно кисть в том, что когда мы краску размазали по палитре, мы можем ее собрать в кучу. я буду делать достаточно широкие вензеля и мне нужно, чтобы они были одинаковые по высоте. Соответственно, мне нужно достаточное количество краски. И я также определяю, в какой части у меня будет вензель. То есть, я не могу расположить его по центру. Мне его лучше расположить либо где-то вот в этой боковой части, либо вообще уйти на внутренние элементы. То есть, здесь опять же выбираем по усмотрению, но отслеживаем, чтобы у нас вензель не раскидывался. Еще очень важный момент в построении вензелей. Они всегда должны быть связаны в одну кучу. Они не должны быть разбросаны и не должны болтаться отдельно каждый сам по себе. отжимая точку, поднимая кисть и вывожу элемент в половину круга. Теперь я его максимально расширяю. Ставлю двойной элемент, двойной каплю и заполняю ее. Заполняю равномерно по высоте. Я могу сделать ее достаточно объемную за счет того, что моя паста просыхает равномерно. Но есть одно, но не все материалы просыхают так, как нам бы хотелось. Поэтому для начала всегда проверьте, насколько хорошо ваш материал работает, чтобы он тоже потом не скукожился, не свернулся и никуда не завернулся. Все время делаю нажим и возвращаюсь. Можно опять же заполнить полностью этот элемент, либо частично с внешнего края. Ставлю каплю. отжала каплю и носиком кисти без нажима вывела ее в тонкую-тонкую паутинку. И снова делаю двойной мазок, но уже в противоположную сторону и вытягиваю отсюда же хвостик. Также этот элемент можем заполнить, можем оставить его пустым. но когда работаем с такими достаточно широкими элементами, стараемся всегда обязательно дополнять их мелкими деталями, тонкими какими-то элементами. и постоянно из непросушенной части мы вытаскиваем хвостики. Мы можем его вытащить в противоположную сторону. Можем опять же здесь наметить круг, дугу и закрутить его по воображаемой такой окружности. То есть вот у нас небольшая окружность, да, в ее середину я ставлю точку, снимаю остатки краски с кисти, если они там есть. И из этой точки вывожу тонкую дугу, соединяю ее с этой капелькой. Все, в принципе, у нас готов вензель, но просится ему в дополнение еще сюда в окошечко один небольшой. Также делаю один широкий элемент. ввожу его в дугу и свожу на нет. Двойной элемент второй каплей с нажимом вбок и в эту же линию возвращаюсь. И также заполняю его по высоте равномерно, чтобы не было каких-то провалов, сугробов. с внутренней части могу его еще больше расширить. и также дополняю его небольшим элементом каплей. Точку поставила, подняла кисть и легко без нажима вытащила. Фактически готов наш второй дизайн. На клиентах мы такой дизайн делаем по времени может быть минут 10 вместе с геометричными какими-то элементами. Заполню все-таки эту часть и поставлю небольшую каплю. и теперь я засыпаю подготовленной пудрой намешанной с блестками засыпаю достаточно равномерно и просушиваю в лампе одну минуту. есть если у нас обычный лак краска покрытия сохнет 30 секунд то любые бархатные элементы мы сушим в два раза дольше засыпали отправляю в лампу до полного высыхания если есть вопросы можете задавать темно м 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 После того, как у меня подсохнет, подсыхают мои блестки, я сметаю их щеточкой, можно обезжирить, ничего с ними не будет. И у меня остается глянцевая поверхность, которую я перекрыла топом. И сам вензель, он у нас сахарный, переливчатый. Также можно делать белые вензеля. Здесь все зависит от того эффекта, который вы хотите. Если хотите более нежные вензеля, то берете белый цвет. Но для фотографии белый цвет будет плохо виден. Если вы хотите более четкие вензеля, то берете уже, соответственно, цвет поярче. Ну и если остались какие-то вопросы, то пишем. Если нет, то можем, в принципе, уже заканчивать. Еще раз повторю. У меня на странице вы также можете найти всевозможные онлайны, оффлайны. Закинуть мне в директ, если кому-то интересно, по инструкторским курсам. Но именно мне в директ на Нистерякова Наталья. Присыпала. Присыпала пудрой. Лучше брать блестки самые мелкие 0,1 мм. И они у меня сразу смешаны с пудрой. Пудру всегда лучше брать максимально мелкую. Ее можно попробовать вот прям на ощупь, на пальчики. Также и блестки. Даже если они крупноватые, ну смотрите, чтобы они не были совсем крупные. Иначе они будут царапаться. Неприятные ощущения какие-то создавать. Лучше брать блестки помельче. И смешивать с пудрой в соотношении 30% пудры, 70% блесточек. Иначе большая вероятность того, что пигментированные такие черные, еще какие-то цветные блестки попросту у вас обсыпятся. Ну тогда я сохраняю эфир и... У меня больше вопросов не показывает, насколько я вижу. Поэтому, если что-то, то пишите в директ. Обязательно отвечу. Все, пока-пока.